МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую весну со сходом снега глушим автомагнитолы и начинаем вертеть головой на 360 градусов. В любой момент на трассе может раздаться рычание. Мотоциклы быстрые, мощные, чаще всего очень маневренные и оттого мало заметны в движении машины. Ни один водитель вздрогнул, когда мимо вдруг простреливал размытый силуэт и тут же уходил вдаль. Но это в случаях с безумцами, которые гоняют по камчатским дорогам с многократным превышением скорости. Но что происходит с теми мотоциклистами, которые не вырываются из общего потока, но тем не менее их не замечают практически в упор? В 19.40 на улице Океанская города Петропавловска-Камчатского водитель, женщина 62-го года, управляя автомашиной Форд Телстар, при повороте с главной дороги на второстепенную не предоставила преимущества движение мотоциклу Сузуки Боливард под управлением водителя 85-го года рождения, который двигался во встречном направлении прямо по главной дороге. В результате чего произошло лобовое столкновение. Водитель мотоцикла, сотрудник полиции от полученных травм скончался в реанимационном отделении краевой больницы буквально через час. По записи с регистратора видно, что мотоцикл, который не пропустила водитель Форда, идет с включенной ярко-горящей фарой. Этот отрезок трассы отлично просматривается. И тем не менее. Как говорят, после этого ДТП женщина сказала, думала, проскочу. Надежда на авось, а еще обычная невнимательность, и становятся основными причинами того, что автомобилисты не уступают дорогу мотоциклистам. Первый мотоцикл пошел чуть быстрее. И тут прямо передо мной выезжает москвич. И я просто не успеваю оттормаживаться. А москвич, как обычно, машина такая дергается, еле едет. И вот я как шел, так и вошел в него. У него, получается, в левую сторону, у меня вся левая сторона. Мотоцикл в смятку. Ну вот, в общем-то, и все. Потом очнулся в реанимации. До поворота оставалось буквально метров 15. Я шел в правой полосе, где-то километров 50-60 максимум. Потому что хорошо прокатились по объездной. И все, в город заехали. Все как по правилам, все как положено. С прилегающей территории, когда он выезжал, у него была высокая полыня. Это было 8 сентября. То есть, просто он меня не видел. Хотя мы оба, даже все втроем, шли с включенными фарами, без превышения скорости. Просто первый мотоцикл проехал чуть раньше нас. И, видимо, водитель этого автомобиля подумал, что мотоциклист один. И решил выехать. То есть, первый проскочил, а вы попали? Я попал конкретно в машину. Третий человек, который на третьем мотоцикле ехал, он положил мотоцикл на бок и по встречке прокатился метров 50. Ему повезло, я так понимаю? В общем-то, да. Он только пластик побил, но немножко поцарапался. И таких историй полно. Тема настолько цепляет мотоциклистов, что на нашу просьбу высказаться откликнулись десятки людей. Не поленились приехать и елизовские ребята. То есть, остановилась машина, я думал, что она пропускает. Рассчитал уже как бы расстояние, скорость. Но он пропускал встречную мне машину. То есть, я ехал по главной, и не посмотрев налево, то есть, он буквально в трех метрах от меня выскочил, то есть, маневрировать не получилось. Успел выпрыгнуть с мотоцикла и перелететь через машину. За счет этого, как бы, ну, сохранять вся жизнь. В этом ДТП спасла реакция, а не тормоза. Мотоцикл остановить еще сложнее, чем автомобиль. И те, кому удалось выжить в ДТП, в один голос говорят. Нас не замечают. Самое главное – это невнимательность. Люди просто меня не видели все эти три раза, которые были у моей аварии. Причем, два раза даже человек выходил, смотрел на меня и говорил, как так, откуда ты взялся? Когда едешь на мотоцикле, голова вертится на 360 градусов и контролируешь все вокруг. Очень часто бывает, когда едешь спокойно по своему ряду, и машина просто начинает тебя плавно-плавно-плавно выжимать. Пока по крыше не постучишь, ему типа «стой, куда едешь?» А зираются с глазами бешеными. «О, а ты откуда?» Такое свойство у мотоциклистов действительно есть. Возникать там, где автомобилист никакого подвоха не ожидает. Но ведь и пешеходы порой появляются на дороге совершенно неожиданно. Тем не менее, практически каждый водитель знает, что пешеход на свете и есть, ДТП с ним может соучиться. И нужно быть осторожным, потому что человека заметить на дороге сложнее, чем транспорт. Почему же такой настрой не срабатывает в отношении мотоциклистов? Люди, которые весной ездят на машинах, когда начинают мотоциклисты выезжать, то есть они непривычные к этому. То есть у нас как бы северный регион, поэтому люди за зиму расхолаживаются у водителя, и поэтому получаются вот такие вот ситуации. Это мнение мотоциклиста. А вот другой Евгений Антипин много лет ездит за рулем автомобилей. Да еще каких – скоростных, спортивных. Судья в автоспорте, организатор соревнований по дрифту имеет свои причины остерегаться. Мы лишний раз лучше там скорость сбавишь, пропустишь, пусть едут. Потому что не видно их как бы сама по себе машина, понятно, четыре колеса как бы большое, что-то движется по дороге. Мотоциклы настолько высокооборотистые, шустрые, так скажем, что на самом деле он вроде где-то там сзади едет, но вылетел, хлопот, его и не видишь. Но Евгений может поручиться только за ребят из Федерации автоспорта, а таких всего-то около 40 человек. В основной же массе водители авто с мотоциклистами совсем не дружат. Об этом говорят и матерые водители, известные на полуострове и за его пределами люди. За их плечами тысячи километров дорог, авто и мотопробеги. Стоит забывать, что длительность мотоциклетного сезона на Камчатке и на материке существенно отличается. Допустим, в той же Москве сезон может длиться до 8 месяцев. У нас, конечно, гораздо меньше. Отношения между мотоциклистами и водителями на Камчатке, да и вообще по большому счету и на всей России, все не отстроились. Хорошо, когда замечаем. Скажу так, что у меня сын на мотоцикле ездит. Я его даже один раз не заметил, своего собственного ребенка. Это плохо, это нехорошо, нечем гордиться. Но хотелось бы все-таки и от людей, которые на двух колесах, попросить, чтобы они правила дорожного движения соблюдали. Это не имеется в виду, когда они идут колонной и так далее. Мотоцикл порой вылетает ниоткуда. Честно говоря, очень редкий мотоциклист ведет себя так, как надо на дороге, по правилам и так далее. Очень часто нарушают все мыслимые и немыслимые правила, в том числе и скоростные режимы, и перестроение. Оттого их очень плохо видно. Где-то он резко выскочил, его не успеваешь просто увидеть. Однако практически каждый мотоциклист вспомнит случай, когда с ним на дороге начинали играть в опасные игры, которые мотивированы то ли азартом, то ли неприязнью. Сегодня был у нас случай, мы начали обходить микроавтобус, он нас видел, все было нормально, но потом ему что-то не понравилось, и он начал нас подрезать, выпирать нас на встречную полосу. А еще могут прицельно бросить стаканчик с кофе или бутылку, мешать маневру, подрезать. Подобное хамство сами автомобилисты зачастую объясняют примерно так. А чего он шныряет между рядами? Или я стою в пробке, а он едет. Обидно. При любых аварийных ситуациях на дорогах водитель автомобиля защищен кузовом. Да и масса немаленькая, даже у какого-нибудь хэтчбека. А мотоциклиста защищает только его спецоммундирование. Но и оно рассчитано в основном только на падение и скольжение. При прямом столкновении человека с машиной оно мало сможет помочь. Ну это тяжелая скелетная травма. Как правило сопровождаются травмы внутренних органов. Множественными переломами, переломами костей таза, переломами конечностей, отрывом конечностей. Вот все это вследствие того, что в этот момент аварии не защищен. То есть если в легковой машине есть корпус автомобиля, то есть здесь он один на один с травмирующей силой и щитки и все прочее, как правило, не защищает его от грубых повреждений. Так произошло с Николаем, навстречу которому на грозовичке вылетел пьяный водитель. Столкновение было смертельным. Выезжая прокатиться, помню первое правило военного летчика. Все вокруг хотят тебя сбить. Этот принцип берет на вооружение большинство мотоциклистов. И он наверняка спас уже не одну жизнь. Есть целый арсенал средств, которые водители мотоциклов используют вовсе не для того, чтобы выглядеть более крутыми, а чтобы избежать ДТП. Красный костюм. У меня красный костюм, в котором выезжаю на воцикле, чтобы хоть как-то бросаться в глаза. Включаем все осветительные приборы. Очень многие люди замечают и не любят мотоциклы по простой причине, что они ездят очень громко. То есть прямые выхлопные трубы стоят, прямотоки так называемые. Но это делается не для красоты, это делается как раз для того, чтобы услышали на дороге. Если не видят, то хотя бы просто услышали. Лучший способ избежать аварий на мотоцикле – перевозить их только в автобусе, на прицепе. И минимизировать свое нахождение на дорогах общего пользования, поскольку любая минута может быть опасной. Но печальная статистика все равно пополняется каждый год. С начала года по 25 августа произошло 21 дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклистов. 8 из них по вине водителей автомобилей, 13 по вине водителей мотоциклов. В этих авариях 3 мотоциклиста были в состоянии алкогольного опьянения и 8 – без права на управление двухколесной техникой. Неожиданный для нас поворот, казалось бы, подтверждает мнение многих автомобилистов. Тот, кто на мото, всегда провоцирует аварию. Скорее всего, гнал, нарушал. Короче, сам виноват. Но внимательно всмотревшись статистику, мы обнаруживаем другие закономерности. В большинстве ДТП с участием мотоциклистов виновны все-таки сами мотоциклисты, по нашей статистике. Но при этом это часто люди, которые не имеют права управления мотоциклами. И они попадают в ДТП по той причине, например, что не справляются с управлением, превышают безопасную скорость, допускают резкие маневры. Нарушают правила движения люди на двух колесах не профессионалы. Обычно те, кто первый раз сел за руль мотоцикла, и они в первую очередь погибают. Народ, который уже не один день на двух колесах сидит, они, как правило, не нарушают ничего. Они получают удовольствие от езды. Я бы так сказал. Поэтому с ними никаких проблем нет. Если вдуматься, большая часть аварий происходит по глупости или недосмотрую, не увидел, не рассчитал, отвлекся на магнитолу и все. И вроде бы не хотел, но уже поздно и часто. Цена такой беспечности – человеческая жизнь. Уже когда мы монтировали выпуск, на дороге погиб еще один мотоциклист. Вновь опытный и снова, как говорят очевидцы, виноват водитель автомобиля. С начала мотосезона на Камчатке – это третий мотоциклист, который не выжил в аварии. Водитель Марк-2 неожиданно вылетел на главную дорогу, по которой двигался Андрей. У мотоциклиста не было шансов. Виновника аварии поймали через два часа. Он был пьян. Мы познакомились с Сергеем совсем недавно, в июле, на открытии мотоклуба, в котором он был вице-президентом. Тогда он рассказал, что он уже был в аварии по вине автомобилиста, и сейчас он пришел в клуб для того, чтобы пропагандировать безопасность дорожного движения, для того, чтобы рассказать мотоциклистам и автомобилистам, чтобы своим примером показать, что на дорогах, даже на мотоцикле, можно соблюдать правила дорожного движения и ездить так, чтобы никому не мешать. Разговоры о безопасности движения в случае с Сергеем – непростые слова. Со дня открытия мотоклуба прошло всего полтора месяца, но ребята уже успели позаниматься с детьми в центре «Кадет», покатать школьников, поработать с госавтоинспекцией. Мы хотим всем своим примером показать, что будет порядок. Мы покажем примером, как надо вести себя на дороге. Будем стараться заставлять водителей четырехколесного транспорта следить за правилами движения, потому что, ну, зачастую, да, в большинстве случаев аварии, ну, виноватый четырехколесный транспорт. Нас не видно, постоянно они не обращают внимания, постоянно включают поворотник, из-за этого случается казус, и будем, конечно, быть примером везде. Авария произошла вечером. Сергей заехал домой, оставил супруге машину и возвращался на службу. Не доехал. Из-за невнимательности или беспечности уже не важно. Он прожил после столкновения почти час. Горе – это никогда его не ждешь, к нему невозможно подготовиться. Поэтому, естественно, это, не знаю, как сказать, но это невозможно, мне кажется, описать словами. Это большая горечь утраты. Это навсегда человека больше нет с нами. Сергей Полицейский ехал на вызов с собой оружием. Нарушать, являясь суперуполномоченным при исполнении, было бы большой глупостью. Сейчас нелихие 90-е за малейшую провинность увольняют без разговоров. При этом социальные сети переполнены комментариями, что наверняка байкер летел по дороге и возмущением, что полицейский при исполнении ездит на мотоцикле. В соответствии с законом о полиции сотрудник имеет право передвигаться не только на служебном транспорте, но и на личной автомашине или мотоцикле. В связи с тем, что в пятницу, в субботу обычно возрастает количество сообщений, зарегистрированных о преступлениях и правонарушениях, нередко оперативные службы используют для передвижения по городу личный автотранспорт, что законом о полиции не запрещено. Друзья и родные Сергея еще долго будут помнить глухой звук удара мотоцикла. На том месте, где случилась трагедия, не было следов торможения байка. Вообще не было. Он просто не успел среагировать. У Сергея был довольно-таки тяжелый мотоцикл, который невозможно было остановить в мгновении ока. То есть Сергей сразу всегда предугадывал, ну, собирался предугадывать дорожную ситуацию. Ну, в этот раз что-то пошло не так. Одноглубники Сергея простояли под дождем на площади несколько часов. Оставили семьи и детей. Собирали деньги. На похороны ушла и касса клуба. Кто-то взял отпуск, чтобы помочь. Должность – это как бы номинально. А именно то, что заменить именно Сережу как лидера, как идейного вдохновителя, мало у кого из нас получится. Пройдет немало времени, прежде чем что-то встанет обратно на свои места. Взбивчивой речи друзей негодования. Как так? Почему в этой аварии погиб тот человек, который больше всех других ратовал за безопасность? Вопрос, который навсегда останется без ответа. Он ездил достаточно очень аккуратно, даже медленно, чем вызывал некий негатив со стороны автолюбителей. Потому что, ну, создавал иногда, бывало, пробочки. Как лидер Сергей все время, как дорожного капитана, меня заставлял, чтобы я догонял людей, ну, соответственно, которые двигаются на двух доступах транспортных средствах, которые едут без шлема или с нарушением, да, ПДД. Вот, чтобы я объяснял им, как нужно ездить. На месте трагедии сейчас лежат цветы, осколки мотоцикла разбросаны на несколько метров вокруг. У улыбчивого полицейского остались красавица-жена и двое маленьких сыновей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В том числе, напоминая автомобилистам о своем присутствии на дорогах. Тем более, что последние все же начинают откликаться на адекватное поведение мотоциклистов. Ситуация на камчатских дорогах немножко, конечно, изменилась к лучшему. То есть, с каждым годом становится здесь мотоциклов больше, и люди начинают их наконец-то замечать. Поэтому уже иногда даже случается такое, что и в пробках начинают съезжать вправо, там, либо влево, чтобы пропустить мотоцикл, чтобы он не стоял в общей пробке и проехал вперед. Потому что, ну, стоять на мотоцикле, как бы, понятно, что не очень удобно. Вот так и складывается правило, которое должно примирить автомобилистов и мотоциклистов. Будь внимателен и вежлив. Хотя, пожалуй, это универсальный слоган для всех, кто выезжает и даже выходит на дороги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok